я ребятки зашел вечером комментарий ночью даже уже в этом же около 12 даже больше и вот я вам хочу показать просто мне так и знаете не люблю когда люди говорят что ты врешь и как всегда брехню выдают за правду и делая меня виноватым вот я хочу показать переписку с илона вот если закрыл ее фотографии вот здесь ее илона ну не полный ник то есть там еще есть кое-что чтоб я не хочу чтобы человека нашли или писали потому что разрешение не спрашивал но от самого привет заболел посылку еще собираю хочется многим еще подарки если надя вчера очень переживала что нет новых видео этот еще ноябрь 18 видите я уже приболел плохо спасибо тебе лечится температуре выпишу нибудь мама маме купила шубку то что я говорил помните маме что ты билона купила шубку правда у него много но не устояло надя в гости приглашает это я рассказывал что илона общается с надей илона выслала на несколько посылок надя нашла там каких-то родственников в этом в казани что ли илоны то илона нашла на один экран штатарская фамилия вот спасибо за корзинку с руками очень приятно это ребята ноябрь мама будет на седьмом небе это на маме она тоже тебя зовет постоянно мама в гости дают не за что выздоравливая буду рада ее видеть она мне напоминает мою бабушку тоже нет живых оттуда в комментариях писали что клиник тебе подбиваю я вот сделаю подарок и как на душе становится радость тем более на украине родственника уже не осталось украина для меня как вторая родина спасибо тебе лона за твое доброе сердце вот она пишет и тебе спасибо за твою привет как у тебя привет ничего норма уже лучше привет на следующей неделе собрала слава курьер посылку как это с украинскими продуктами но ребята илона ясен красный не передает перец из твери а курьеры есть службы доставцы покупают но приходится знаете для особо одаренных разжевать но ничего надеюсь извиниться кто-то из писали из писающих и писающих в комментариях все люди разные всех разное восприятие жизни не речи как кто-то специально тебя вывод на минуту может нравится твоя реакция на негатив кто-то может завидовать тебя все хорошо ну конечно кроме болезни твое рядышком хорошая друзья мамочка хорошая работа сколько тебя людей любит смотрит спасибо лунка не за что побольше уверенности ты все делаешь правильно самая лка привет ты можешь подсказать собачка дорогая по стоимости если не секрет конечно это душу коле дали вот декабрь это уже вот она в ноябре 30-го спросила 3200 самая каприд очень хорошо рада у мамы хорошие результаты можно выдохнуть это вчера получается в 10 37 написала самая каприд очень рада что мамы хорошие результаты можно выдохнуть посылкой это умора много хочется выслать услышала про юбки теплые заказала 2 юбки а почему не мама мама не носит платок павла 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 посадский который я высылала и под шею под пальто будет очень красиво в общем ждешь все жду юбки должны прийти я высылаю получится 2 или 3 посылки блин россия по проток пожалуйста и моль не сел очень теплый как можно моли и сразу так как спасибо илона луна за продукты для мамы вот сегодня уже час 32 ответит вот посмотрела видите вот онлайн вам доказательства на продукты для мамы там не верят что это ты прислала опять говорят что это я фотографию закрыли и вот она прочитала я сейчас и сейчас снимаю видео видео закрыл свои фотки фотки и ник в инстаграме в инстаграме и снимаю кусок переписки подтверди подтвердить другого пути нет а вот шведские историки считают что поражение под полтавой было даром свыше потому что начиная с этого момента у шведов проявился стойкий иммунитет военным конфликтам мартином о боже какой взгляд они дар март 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 ну я вчера человек 200 отправил в банн я считаю что не надо что люди приходят ко мне в дом и делают капу в моей хате так тихо-тихо ты мне не сдвигай фотографии эти карты я тут закрыл все чё ты лизишь чего ты лизишь ай свинюка ты такая отпусти золотой браслет томас отпусти золотой браслет отпусти вот и нашу ты делаешь отпусти говорю томас томас подлец ты так и подлеча твоя мурдяка подлеча твоя мурдяк знаете мне там люди писали с таким пониманием и с такой поддержкой ну самое понятно конечно свои кто такая илона молодец что ты мамки так поддерживаешь показываешь она кому-то еще нужна типа спасибо что ты типа изображаешь из себя илона надеюсь вас удар не хватит на здоровье очень рада что татьяне васильевна понравилось спасибо илона мама знала мама знала что будут будут продукты и надо сказала я люблю смотреть ребятки разные передачи смотрю включаю там youtube смотрю разные познавательные разные страны интересные там такие факты природу смотрю животные которые про норвегии уже на этой серии посмотрел разных ну как не блогеров или кого там там какой-то канал и решено человек живой сидит илона вот так я закрыл потому что я не имею права показывать хочет человек не хочется себя буду но я думаю что илона ты не обидишься что там ничего такого абсолютно плохого я не показала плохого там ничего не было просто чтобы было понятно что это не одним днем была переписка и что они специально прям под это видео что-то подстроил примерно примерно муртите тетя муртите тетя муртите тетя у них зайчик спит на подушечке ему на высокой подушке неудобно он кочеврежет а на такую подушечку он лягает с удовольствием его деяло покрываю и он радует со мной спит ай так прекращай ты выхерился 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 урчатё играя 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 у нас встретили папа и мама этого дома все ребята их так называют все было новым у меня печатает я знал еще несколько выражений по шведски как у тебя дела привет они рассказали нам кто что делает постоянное твое вранье про эту илону алексу кстати алексу надо купить я хочу купить сало отправить я знаю надя писала что тебе поднялся сахар когда ночевала у тебя так как особо не было что покушать поднялся сахар от того что у меня не было что покушать сахар разве прямо от голода такого поднимается но есть рядом магазин мама с собой какую-то еду брала у меня был там рис кстати с морепродуктами с креветками мама ела потому что я был на игре эти дни вот когда она была у меня сахар поднялся надя написала что ты поднялся сахар когда ночевала у тебя так как особо ничего не было покушать и волна решила прислать продукты спасибо тебе и волна мамы полно там видела сколько ей некогда было в магазине где она разбирала вещи ага комедия с мамой которые никогда не получат полноценный доступ к шведскому обществу вот ребята живой человек вам пишет отвечает ну я думаю что даже на это скажут некоторые что это все там колям басады и пища на балконе желательно кстати я всегда ставлю сигнализацию на ночь я когда сплю включаю сигнализацию у меня смотрите теперь спасибо вам за советы я не закрываю теперь спасибо 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 ты смайлик поставить и приятно очень радует когда у нее все хорошо пока извини что поздно что поздно вот ребята я думаю что может кто то извиниться что наберется смелости или как бы сказать все таки человеком останется извиниться сказать извини что я такое думала что ты брал но хотя очень я сомневаюсь да тут по-прежнему картошка и помидоры такие здоровые сегодня написала одна что ложа в трусы огурцы и помидоры ну что я виноват что вы члена не бачила так что хотел сказать у меня открыто вот это вот балкон я на утро теперь открываю эти жалюзи и прекрасно а все дивляться мамочка дорогая мамочка дорогая лежит красивый мизанчик лежит лежит миль боже а нет я думал трусы шиворот на выворот видите какой то шов думаю что за бред кошмар смотрите там такие как это самое ну видите как швы какие то мурт не 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 я закрываю дверь все тебе туда не надо это озабочена 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 так нема таракана где так ребята много борщ доил пришел от мамы много специй выкинул там из Таиланда что я привозил я такое готовить не буду вот и зрительница высылала та что она мне написала та что это бусы и что носок было это самое она сказала что это какая то хрень что она перетирается и она дает какой то цвет для пищи и какой то вкус такой тонкий тонкий ну я не любитель всего этого спасибо огромное но уже наверное года два три вот это стоит поэтому я думаю что она говорит ну если что выкинь учитывая то что у тебя там на слоновыки я конечно не теризировал ну человек не обижается и все поймать я оставил себе мускатный орех вот кокосовые такие стрипсы или как он чипсы пекарский порошок может буду что-то выпекать когда вот это вот здесь честно больше не убирал тут даже не протер ну таракана видите не видно а то аж а тут бегали вот вот ну завтра уже встану утречком и буду вот это разгребать я не могу конечно ребята тяжело мне тяжело я не приспособлен к уборке я потому что когда делаю я делаю досконально вот это все выдраиваю и залазу и во все эти пересыплю корм видите у меня стоит тут большая миска для корма а он у меня пустой это высылала из колонны света я вот этот корм его пересыплю в ту миску и получится что тут освободится место и там будет занято вот это уже будет хорошо разберу все вот это борошно да борошно муку соберу что отнесу кому-то что отдам кому-то что сам буду есть постепенно чай и оставлю чашечки переберу сервизик разберу вот этот весь у меня сервиз там как-то я хочу место выделить для сервиза или понести его в эту самую в комнату запрятать там специальные эти в мебель верхнюю вот это тоже все липкое кстати мне Коля давал такие губки вот этими губками он поделился вот это Ира с Швеции высылала обалденно я ними вот это драйл вот это драйл вот именно вот такое оно не царапает оно вымывает прекрасно и печку вымывает и вот эти места и даже мебель понимаете все вот это когда ты немножко моющим и погнал обалденно вообще вот такая штучка где у меня тут кусочки остались они как бы она она когда терется она и стирается видите вот они вот эти кусочки вот это от этой от этой же губки то есть вот такая штука пользуйтесь вот это как называется я вам покажу это Коля мне как бы подарил можно сказать ну как сказать поделился свинтах вот очень классная штука этим мыть мебель очень удобно вот такую как здесь вот это холодильник я думаю я хочу попробовать потому что тут жирные такие знаете как пятнышки есть как от жира и они очень сложно отмываются поэтому черный пин я наверное попью мне там понаписывали что 7 зерен как-то запивать натощак чешуя ничего не понял ну как это 7 зерен запивать натощак ну как это надо я не пойму что сколько зерен надо 7 это очень мало то есть там такое ну они так насколько они мелкие что 7 зерен это практически ничего то есть я ну ничего не пойму как это это сколько надо они мелкие мелкие как там 7 зерен отобрать они как чай в гранулах ну вот это пишет что надо пол чайной ложки залить медом и вот это все ну запивать с утра натощак или там я не знаю как ну в общем такое специи я потом разберусь это я ставлю семена чья ну не знаете нельзя все сразу пить и чия и твин и антибиотики потом я хочу заказать фукус какой-то там лавки фрового мне вот этот парень что маму лечил он посоветовал говорит ну должен быть желудочно-кишечный тракт хорошо работать то есть не должно быть эрозий и язв при лечении вот этого вот щитовидки я хочу потому что мне как-то оно побаливает вот с этой стороны я чувствую что как бы хуже не стало вот и так в принципе все хорошо конечно вот это мне разобрать надо обязательно кровь с носом вот то что там такое я там поубираю что какие-то баночки скляночки какие-то варенья оставлю я кстати сегодня забрал все полностью вынес мамина занес к ней это кстати лолы лолы какие-то кедровые какие-то палочки от моли это я туда кидал вот и стол потом развернул вымой его тоже он грязный там вымой и перевернул в другую сторону ты водички хочешь давай иди пыль иди пыль иди иди подходь давай подходь давай давай на и зайчик еще говорят тут написал что мы не видели чтоб это самое как бы ну написали что мы не видели чтоб рыбки плавали в артезианской воде в Аляске ну хай плавает что им делать легче 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 заебенька такая ой 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 Витилик.